В Мариел, как и по всей стране, завершается экзаменационная кампания ЕГЭ-2020. В понедельник учащие создали последние госэкзамены основного периода. На этот раз список закрывали биология и иностранные языки, за исключением раздела «Говорение». Устная часть назначена на среду и четверг. Как в целом прошла итоговая аттестация, какие сбои или нарушения были зафиксированы, узнавала наша съемочная группа. Для многих выпускников республики итоговая аттестация завершилась еще несколько дней назад. Для кого-то вот он, последний рывок. Основную волну ЕГЭ нынче завершают испытания по биологии, ее нынче сдают 650 ребят, и иностранным языкам. Эти испытания выбрали 260 учеников. Всего же в 2020-м в Мариел итоговую аттестацию проходили порядка 3000 выпускников. В этом году единый государственный экзамен сдавали те ребята, которые планируют поступать в высшее учебное заведение. Таких у нас в республике от общего количества выпускников 93%. То есть 7% выпускников приняли решение не сдавать экзамен. В этом году особенность экзамена заключается в том, что кроме обычных организационных мероприятий, выполнен целый комплекс санитарно-профилактических мероприятий. Это термометрия участников, обработка рук антисептиком, это рассадка с учетом социальной дистанции. То есть все эти меры в полном объеме соблюдаются. Традиционно в этом году наибольшее число ребят собрал экзамен по русскому языку. Вторую строчку по популярности занимает профильная математика. Далее идет общество знания, затем физика, биология и химия. Кстати, именно она вызвала наибольшее количество вопросов, у сдающих нынче госэкзамены. После химии на самом деле как-то более умиротворенно отношусь к экзаменам, особенно к биологии. Потому что химия в этом году была по-настоящему трудной. Так сказать, я опустошен эмоционально, морально, с некоторой стороны даже физически. Собираюсь поступать в Казанский федеральный университет на лечебное дело, на хирурга или психиатра. Страшно было перед первым экзаменом, когда еще не знаешь, куда идешь. А в целом мы готовились и было... Ну, мы были готовы к экзаменам. Опасения, наверное, не подтвердились. Самое сложное пока была химия. Планирую поступать в Санкт-Петербург. В этом году пандемия не позволила закончить учебный год в стенах образовательного учреждения. Выпускникам пришлось заниматься дома, дистанционно, находясь на связи с учителями онлайн. Это было непростое испытание для всех. Но сейчас можно уже говорить о том, что ребята справились с итоговой аттестацией. На деле все оказалось не так страшно, как изначально предполагалось. Экзамены не кажутся сложными. Их можно сдать, зная только школьную программу. И сами школы проводят их очень профессионально. Все с ограничением дистанции, с техникой безопасности. Ни на какие происшествия во время самого экзамена я не попадал. Все проходило в штатном режиме. Но, в принципе, я не расстроен. Впереди у выпускников выбор учебных заведений. И хотя с будущей профессией большинство ребят определились заранее, куда именно пойти учиться, еще есть время подумать. На сегодняшний день уже известны результаты по географии, литературе, информатике и частично по русскому языку. По данным профильного министерства республики, высший балл пока у пятерых выпускников. И хотя сами ребята оценивают экзаменационный период как напряженный и волнительный, с каждым годом в Морел все меньше фиксируются нарушений и сбоев. В целом экзамен проходит без организационных, без технологических нарушений. Но хотелось бы отметить, что есть нарушения со стороны участников ЕГЭ. В течение всех экзаменов пять выпускников удалены за использование справочных материалов, за пользование телефонами. И поэтому хотелось бы ребят еще раз предупредить, напомнить, что этого делать на экзаменах нельзя. Ну а те, кто не сдал экзамен по уважительной причине в рамках основного расписания, сделать это смогут в резервные дни 24 и 25 июля. Также дополнительные дни для итоговой аттестации назначены на 3, 5 и 7 августа.